МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнего эфира станет вопрос, связанный с тонким льдом, ледоставом и теми правилами, которые необходимо соблюдать строго рыбакам, пешеходам, чтобы остаться целыми и невредимыми. Максим Евгеньевич, первый вопрос. В области, к сожалению, уже произошли несчастные случаи, связанные с выходом рыбаков на лед. Были случаи купания в нашем регионе в этом сезоне уже? К счастью, в Серпховском районе таких случаев не было зафиксировано. Это все ввиду того, что в Серпхове мы проводим большую работу с рыбаками и в школах по теме как раз-таки тонкий лед. А с рыбаками как? Объезжаете, обходите? Да, мы участвуем в акциях, а также делаем обход, чаще всего, в выходные дни на Цемлянке, где проводим с рыбаками беседы, дополнительные занятия и раздаем листовки, как напоминание о том, что опасно находиться на льду. С обществом рыболов нормальные взаимоотношения? Контактируем. Сразу же вопрос. Чем опасен первый лед? Лед вообще опасен. Он не только первый. Конечно, своей составляющей. Тонкий лед опасен тем, что он непредсказуем. И неопытный человек может провалиться в любом месте. Прежде всего, перед тем, как выйти на лед, человек должен знать местность и соблюдать правила безопасности и технику нахождения на льду. То есть, если выходишь на лед, ты должен знать места, где толстый, где, может быть, с подвохом, так как рыхлый снег, он предвещает тонкость льда, такая структура имеет его. Также лунки, там, где уже были рыбаки, наледи. В местах тонкий лед обычно... Ну как, если брать, как он зарождается, лед, он идет от берега. Соответственно, ближе к центру реки, там, где течение. Лед, тем тоньше. Конечно, тоньше. Сколько, по вашему наблюдению специалиста, должна простоять серьезная минусовая погода, чтобы лед нормальный был, безопасный? Ну, не менее недели хороших морозов. То есть, минус 10, и тогда неделя. И только тогда уже смело можно... Смело можно выходить на лед. А так, толщина льда безопасная для прохождения пешехода. Ну, например, ну, грубо, мужчины, там, 80-100 килограмм рыбакасы. Не менее метра. Не менее. Ну, тут разная есть версия. Считается, что обычно выдерживает лед порядка 8 сантиметров. Вот это толщина льда. Но надо понимать, что мы, находясь на льду, мы не знаем, что именно снизу нас. Мы предполагаем, что мы идем по поверхности, где лед однообразный по толщине. Но бывают различные течения, родники, во льду бывают различные ветки, замерзают, ну и так далее. Вот эти вещи очень опасны. И поэтому, когда человек находится на льду, он должен быть, безусловно, к этому готов. Если он видит, что лед, вот, как правило, значит, в нем что-то запаялось, замерзло. Лучше обойти стороной. Лучше обойти стороной. Трещины и тому подобное. Максим Евгеньевич, вот самые главные ошибки, которые делают рыбаки на льду. Очень много случаев. И самая большая ошибка, это, конечно, алкогольное опьянение. При нем участившиеся случаи провала под лед. А так, конечно, незнание среды и местности. Очень много людей, у которых появляется охотничий азарт, идут до самого края. Пренебрегают какой-то безопасности и идут, не изучая льда. Так как это нужно делать подручными средствами, палками, лыжными или какими-то еще предметами. Ни в коем случае нельзя, заходя на льдет, стучать по нему ногой, бить. Потому что в любой момент он может треснуть. Человек уйдет под воду. Конечно. Одежду, какую вы порекомендовали рыбакам брать с собой? Во что одеваться? Ну, вообще, те, кто занимается рыбной ловлей постоянно, они уже профессионалы в этом деле. Но в наших климатических условиях, конечно, это утепленная, легко продуваемая одежда и влагостойкая. Обязательно нужно термобелье. Такая одежда спасает и от промокания, и от проветривания. Ну, вот бывает, во время рыбалки начинает клевать в одном месте. И тут же вокруг этого места возникают там десяток рыбаков, которые начинают сверлить там пару десятков, три десятка лунок. Насколько это опасно? Это опасно. Нежелательно вообще нахождение более 12 человек в близком радиусе друг от друга. Может произойти провал, да? Не исключен. Вот, Максим Евгеньевич, уже начались дежурства ваших спасателей? Или они с лета не прекращались вашего отряда? Конечно, дежурство и патрулирование нашей зоны ответственности, которая пролегает от моста железнодорожного на реке Ака до устья реки Скнига, проходит патрулирование этого участка реки, так как он очень опасен. И патрулирование производится каждые два часа сменой спасателей в СС-28. И вы будете всю зиму так работать? Конечно, всю зиму. Как-то вот уже замечали на льду рыбаков? Они уже есть. Много? Самые отчаянные. Понятно. Вот, наверное, следующий вопрос я адресую Сергею Саниславовичу Парентьеву. Вот несколько слов для пешеходов. Ведь не только рыбаки выходят на лед. Часто этим пользуются обычные люди, которые желают срезать дорогу. Там Нару перейти, там или озеро. Вот их рекомендации. Ну вот, если мы сейчас говорим о спасателях немножко. Спасатели, они дежурят, вот Максим Евгеньевич сказал, на определенном участке. А водоемы у нас в Серпах и районы имеются в разных местах. Вот даже возьмем городская река Нара. Фактически, вот здесь спасателей, которые могли бы быстро оказать помощь, просто нет. Поэтому здесь сразу хотелось предупредить людей. Воздержитесь от перехода через Нару на другой берег. Были случаи, и были случаи трагические, когда на Наре погибали люди в зимний период. Я даже говорю, это не в период ледостава, а вообще, когда были уже и серьезные морозы. Почему? Особенно несколько лет назад, когда больше работало различных предприятий, толщина льда в Наре была очень неизвестна. Почему? Какое-то предприятие что-то сливало из теплых. Это теплая вода, безусловно. Толщина льда в тех местах была всегда опасна. И в этом месте подмывала лед. Да, подмывала. Поэтому, выходя на берег, может быть, казалось, что лед толстый. Но пройдя, допустим, метр-два, могло получиться так, что там лед был значительно тоньше. Поэтому лучше воздержаться от выхода на лед и от срезания путь вот таким образом. Специально нет служб, которые бы намывали или специально бы готовили переходы для пешеходов, что на Наре. Ну, тем более на Оке. Такого нет. Поэтому лучше воздержаться от выхода на лед. Ну, вот, ребятня, ну, как за ними уследишь? Ведь после учебы и погулять любят, особенно те, кто живет рядом с речками, с тем же Ногинским прудом, выходят и развлекаются на льду. Вот рекомендации родителям от вас. В первую очередь, что нужно внушить детям? И какие слова сказать? Одно дело а-та-та, вот не ходи на лед. А другое вот вы, как взрослый мужчина, вот что бы вы сказали своему сыну или дочери? В самом деле дети просто бывают еще подвержены общему влиянию, когда бегут в а-тага или еще кто-то тащит, поэтому и в сознании этого нет. Но до сознания это должны доводить, конечно, родители. Вот та профилактическая работа, что проводится в школах. Это детям все объясняется, безусловно. Это должно дойти до глубокого сознания, лучший, и сейчас есть такие возможности, показывать различные видеофильмы, когда люди видят реально, что может произойти с человеком, когда он окажется на ледяной поверхности. Безусловно, вот зрительно, когда человек видит это, он воспринимает более ощутимо, нежели слова. То есть родителям лучше накачать из интернета допустимые ролики и их показывать. Разумные, я имею в виду разумные. Плюс 12 и так далее, да, как говорится, это лучше вот сделать так. А так, безусловно, даже родители должны объяснять детям, что играя на тех же санках, на лыжах, около водоемах, надо быть всегда опасным. Почему? Потому что вот мы говорили, что толщина льда непредсказуема. Но и вот в чем опасность, что на тех же санках можно выехать неизвестно в какое место. Хочу сказать, что два года назад в Ногинске был такой случай. Отец прогуливался с ребенком, с двухлетней дочкой и вез ее на санках. У него завязка, веревка оборвалась. Из горки санки уехали на середину озера. Толщина льда была 2 сантиметра. То есть человек подойти не может. Ребенок двухлетний находился на середине озера. Ну, в тот период были вызваны Ногинские спасатели, МОСУ был пош спас. И все обошлось. Да, они спасли ребенка. Но вы сами представляете, такая вот непредсказуемая абсолютная ситуация. Поэтому, катаясь на санках, на лыжах, лучше на водоемы не выезжать. Рассчитывать так, что на скорости человек просто вылетает, усиливает еще нагрузку на лед. Безусловно, можно оказаться в ледяной воде. Максим Евгеньевич, ну вот все-таки, если человеку крайне необходимо перейти в водоем, как безопаснее всего это сделать? Ну, в первую очередь, нужно ориентироваться. Если уже протопанная тропинка на льду, она безопасна. В вторую очередь, желательно, если человек заходит на лед, прощупывать место, по которому он идет заранее. Палку взять? Либо лыжной палкой, либо обычной какой-то подручной палкой. Нужно обязательно прощупывать. Идти желательно широкими шагами. А лучше всего, конечно, переходить на лыжах. Объем больше, площадь больше, поэтому менее вероятность провалиться под лед. То есть, туристы, самое главное, им соблюдать дистанцию, если они идут на лыжах, да? Да, и дистанцию. Есть еще рекомендации, с помощью которых можно переходить, если уж человек собрался переходить. Желательно иметь при себе кусок веревки. Желательно, если ты идешь с рюкзаком, его перекинуть на одну сторону, на одну лямку. Так будет легче при провале сбросить его и зацепиться за край льда. То есть, такие простые рекомендации. Ну и избегать массовости, где находятся лунки, где рыбаки. Потому что там больше вероятности. Ну, а вот любители, насколько я знаю, есть даже покататься на снегоходах или на зимних квадроциклах по льду. Есть такие? Бывали такие случаи у нас? Ну, эти случаи есть везде. Люди отчаянные, наверное, в жизни не хватает им адреналина. Это чисто на свой страх и риск? Это категорически запрещено? Конечно, категорически запрещено. Сергей Саниславович, а вот где можно устраивать массовые катания? На коньках, санках, игре в хоккей? Вот, в частности, на каком-нибудь из прудов реально это сделать? Или лучше воздержаться от этого? Ну, в настоящее время достаточно спортивных площадок, которые могут заливаться и готовиться, как ледяные какие-то стадиончики. Это вполне достаточно бывает. Но, поскольку людей всегда тянет и на природу, они выходят и на лед. На озеро, на пруд замерзший. Безусловно, в период ледостава такие вещи делать невозможно и нельзя. Я просто надеюсь, что в дальнейшем, когда идут более сильные морозы, начинаются снегопады, лед покрывается и снегом, и люди уже на коньках на этот лед выходить не будут. Лучше пусть они выходят на те, организованно подготовленные городскими властями, стадионные катки, на которых более безопасно. Это лучший вариант. Никто не сможет уследить. Абсолютно. И все-таки, если неприятность произошла, Максим Евгеньевич, несколько слов о правилах оказания помощи провалившемуся под лед, если человек попадает в такую ситуацию. Если человек попал в такую ситуацию, конечно, он испытывает в первую очередь страх. У него начинается паника, от которой тяжело избавиться, но нужно. Это первейшее, что должен человек сделать, взять себя в руки. Человек, провалившийся под лед, в этом случае должен растопырить руки, чтобы ему легче было зацепиться за край льда. И потихонечку подтягивать себя к краю. Одной ногой, ну простейшие вещи, одной ногой закинув и зацепившись за край, потихонечку себя подтягивая. Уже когда, выбравшись на лед, на сушу, плавными движениями, потихонечку, не спеша, нужно ползти. Не перекатываясь? Не перекатываясь. Можно перекатиться чуть-чуть подальше, но все равно лучше соблюдать безопасность и ползком какое-то расстояние. По-пластунски, скажем так, и ни в коем случае не вставать, не пытаться встать на ноги. Может повториться провал. Обратить хотел на что внимание, значит, рекомендую всегда выползать, выходить в том месте, откуда заходили. Это уже проверенная территория. Поэтому вот в том же направлении, откуда ваши следы пришли, в том же направлении и пытаться выбираться из полыни. А если рядом оказался друг, знакомый или просто человек, который может помочь, как безопасно и как можно эффективно оказать помощь тонущему? В первую очередь он должен криком напомнить о себе, чтобы человек знал, что к нему идут на помощь. Он ждал, выигрывал какие-то минуты, секунды. И человек, аккуратно подбираясь, опять-таки ползком или на каком-то щите, чтобы дополнительная опора была, добравшись до того места, желательно бросить какую-то веревку или кусок, тоже куртку, одежду, чтобы человек провалил. Штаны подойдут тоже? Можно и штаны, можно и носки. Все, за что может человек зацепиться и до него достать на безопасном расстоянии. Даже лыжная палка тоже может эффектно очень? Очень эффектно. И самое главное, не паниковать никому? Ни тому, ни другому. Нужно взять в такой ситуации себя в руки. Опять-таки срабатывает адреналин, и стоя с другой стороны, нужно избавляться, уметь себя избавлять от паники. А человек, как говорится, когда попадает в неприятную ситуацию, у него сила в сто крат увеличивается. Это как и в худшую, и в лучшую сторону. Ну, то есть, вот выполнив все эти нехитрые рекомендации, можно обезопасить себя от купания в проруби. То, что вы сейчас нам рассказали, да? Если человек умный и достаточно не хотел бы дальше оказываться в подобных ситуациях, он будет делать выводы из этого. Последний вопрос, Сергей Станиславович. Вот если человек стал свидетелем того, что провалился под лед, по какому, чтобы другой провалился под лед, по какому телефону можно набрать номер, чтобы быстро пришла на помощь бригада спасателей? У нас сейчас работает единый телефон 112. Поэтому вот набрав эти цифры, вы попадаете в службу спасения, и дальше уже происходит вызов соответствующих должностных служб. Оператор все подскажет? Да, потому что там, вы знаете, 112 это уже пошло, значит, и пожарные, и медицина, и полиция. На этом прямой эфир завершается. И сегодня гостями студии были Максим Евгеньевич Милосердов, начальник поисково-спасательного отряда номер 5 Серпуховского территориального управления Мособлпошспас, и Сергей Станиславович Парентьев, старший эксперт Серпуховского территориального управления Мособлпошспас. Надеемся, до новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok